Какие там есть странности? Это не плюсы этого языка, то есть объектная модель своеобразная и плохо перекладывается на нее программа из других языков, соответственно, не самая выгодная часть языка вообще. В чем циммит? Собственно, это как раз в том, что язык синхронный из коробки и в чем большинство профитов. Сегодня будем говорить про параллелизм, многопоточность, что такое гарутины и основные примитивы для синхронизации работы внутри языка. Каналы, пакет SYNC, пакет Atomic. Кто знает, что такое процесс, поток, не знаю, обычно рассказывают, кто имел опыт программирования на трэдах. Вот, собственно, для тех, кто не в курсе, то есть процесс — это некоторое такое инициологическое разделение операционной системы, а сами процессы между собой не имеют практически ничего общего. То есть, как правило, каждый процесс имеет свое адресное пространство, соответственно, внутренние его переменные или данные, с которыми он работает, как правило, недоступны другим процессам. Для того, чтобы организовать взаимодействие между процессами, требуется использовать какие-то средства операционной системы, которые называются IPC, Inter Process Communication, пайпы, сокеты, что угодно. Поток — это логическое разделение внутри одной программы, но помимо бонусов того, что потоки между собой могут не копировать данные, возникают все проблемы с параллельным обращением к данным, с работой с данными, которые, которые к моменту исполнения могут быть уже недоступны блокировкам и всему вот этому. Что делает Go? Go полностью убирает у вас фактически контроль над тем, что происходит под ним. Это, в принципе, хорошо, и для тех, кто хочет влезать в внутренности, грубо говоря, есть механизмы, они не самые удобные, но так задумано. То есть вы не знаете ничего про внутри лежащую систему, если вы там программировали на C, в каких-то местах вам нужно знать, с чем вы работаете, там, с P-Treads или с Treads, и в зависимости от библиотеки или операционной системы и архитектуры вам нужно точно понимать, что происходит внутри, и это влияет на ваш код, вашу программу. В Go такой проблемы нет, по большей частью, то есть вы не знаете, когда вы будете работать на каком труде, все полностью у вас забрано, все то, что у вас есть, это горутины. Горутина – это, грубо можно сказать, что это облегченный поток. То есть это некоторое логическое, по сути, объединение программы, объединение функционала, которое будет выполняться независимо от остального кода. Как правило, это функция, которая, собственно, очень мало весит. То есть если на старт потока или Treads вам нужно порядка мегабайта, это все метаданные, которые потребуются для инициализации, для старта горутины нужно порядка от 2 до 4 килобайт в зависимости от архитектуры. При этом вы непосредственно не связаны ни с какими ресурсами внутри, лежащими там в архитектуре или вибрационной системе. А горутина – это, грубо говоря, логическое объединение на уровне именно рантайма Go. То есть чуть дальше просто покажу, как это все живет. И garbage collection. То есть вам не нужно думать, ну или меньше стоит думать о том, когда вы закончите работать с данными, кто будет за вами убираться, будут ли какие-то переиспользуемые блоки попадать в другие подпрограммы или сопрограммы горутины. За вас это решит ГЦ. На прошлой лекции говорил, что в ГО, как и в других языках, есть стэк. Стэк у каждой горутины свой. Они независимы. В общем и целом, помимо этого, еще и эластичные. То есть рантайм Go, помимо того, что забирает у вас контроль непосредственно над трудами, он сам обеспечивает расширяемость стэка за счет кучи для подпрограмм или ГО-программ. Сам рантайм принимает решение, в какой момент, на каком труде вы будете исполняться. Есть инструкции, которые позволяют вам для каких-то, не знаю, очень цепу важных задач привязать конкретную горутину к конкретному потоку, треду, исполнению на процессоре, но при этом, если это не нужно, если вы не делаете это, не вызываете специальную инструкцию, в любой момент, в принципе, рантайм может снять текущую горутину с потока и переключить на другой. Это определяется своими внутренними стратегиями, которые, как бы, вас, по идее, не должны аффектить. Вот. Ну и перейдем немного к практике. Начнем с простого. Собственно. Вот запуск горутина. То есть ключевое слово go, после которого вы передаете функцию, которая будет выполняться. А насчет последовательности выполнений, ну, как бы, особо рассчитывать не стоит. Если вы сами не синхронизируетесь, то порядок выполнения, в принципе, вам неизвестен. А в чем, собственно, штука? Что основная программа тут же продолжает исполнение свое. Если вы выполнили инструкцию go, грубо говоря, в рантайм приходит инструкция о том, что будет еще одна go под программа. Рантайм создает для нее кусок стека и делает ее доступной для исполнения. Если вы не ждете завершения, то будет выполнено какое-то количество, при этом порядок запуска, если смотреть, что я здесь запускаю тысячу горутин, выполняются какие-то из них. То есть именно порядок запуска решает рантайм. Если вы не ждете, он в каком-то порядке сколько-то вызовет, поскольку я после этого в основной программе уже ничего не делаю. Как только к ней переходит управление, она выходит. И я не дожидаюсь результата. Если добавить, ну, так скажем, для примера, scanline, то более-менее отработают все. Точнее, будут выполнены все под программы. Функцию можно вызвать как явно по имени, или по имени с параметрами, так и анонимно. А работает и так, и так. В общем, все довольно просто. в теории. Когда начинаются проблемы, так же, как в любой программе с использованием нитей, трендов, проблемы возникают тогда, когда у вас есть какой-то общий объект. в данном случае, так я для примера, сделал некоторый аккаунт, в котором есть баланс, в который можно вызвать метод deposit или withdraw, который добавляет и убавляет деньги. Более того, есть проверка на то, чтобы баланс был положительным. при выполнении этой программы, поскольку я никак не синхронизирую внутреннюю работу, получится может что угодно. на самом деле, если долго пробовать выполнять эту программу, можно получить и отрицательный баланс, но ожидается, что баланс будет нулевой. в данный момент я могу точно сказать, что здесь есть проблемы с доступом к переменной балансу в этой структуре. Чтобы вы были в этом более уверены, так сказать, в конструкции языка go есть ключ, тут почти не видно, но есть ключ race. Когда вы пишете go run тире race, такой же ключ можно использовать при билде, но нежелательно, поскольку это дополнительная нагрузка, так скажем, которая вам не нужна в вашей программе. Что делает в этот момент runtime? Он пытается в относительно хаотическом порядке переключаться между горутинами. Соответственно, и выводит состояние, что было найдено 8 race операций, когда происходила запись и чтение примерно в одно и то же время без блокировок. такая вот вещь. Это отличный механизм для отладки многопоточных приложений. Он может вам сказать, есть ли у вас проблема, стоит ли ее искать вообще. Помимо этого, такой не вставка, которая будет полезна. Есть вот такая программа. Как вы думаете, что будет выведено на экран. Есть цикл, в котором стартуют горутины и потом ожидаю, я просто ожидаю их завершения. На самом деле везде будет выведено скорее всего 9, от 0 до 9, поскольку основная программа тут же продолжает исполнение, к моменту того, когда вы дойдете внутри горутины до выполнения инструкции вывода, значение переменной i может быть любым от 0 до 9 в зависимости от скорости вашего цепу и в зависимости от того, как рантайм переключал значение. Поэтому если вы что-то такое делаете, то наиболее правильным будет явно передавать аргумент в анонимную функцию. То есть эта проблема касается только анонимной функции, когда вы обращаетесь к переменным не принадлежащим вашей области видимости, которой будет мнение кто-то другой. Такая вот вставка. Что собственно в Го есть для работы для синхронизации данных. Когда у вас есть N Грутин, в Го есть очень мощный и полезный инструмент, называется он каналы. Канал это что-то похожее на пайп, если вы в линуксе знаете, как грубо говоря некоторая структура, которую можно писать и читать, которая обеспечивает синхронизацию. Собственно создается она с помощью инструкции make, которая используется почти для кучи структур в Го. В дефолт сам тип канал он ссылочный, так же как map и так же как slice, то есть это указатель на какую-то структуру, которая лежит внутри. в чем собственно идея. Вы можете передавать канал, каналы бывают двух типов и еще два скажем таких сахара. В данный момент я создаю небуферизированный канал, то есть я не передаю никакой его длины, значит он будет работать в синхронном режиме. Что это значит? Что я не смогу записать в канал, пока кто-то не будет готов оттуда читать. То есть вот стрелочка указывающая направление говорит о том, что я собираюсь записать что-то в канал. В этом месте программа будет заблокирована, пока кто-то в данном случае функция main не захочет оттуда прочитать. Именно в этом месте вы получите синхронизацию. То есть в данном примере я создаю канал, в котором будут строки, стартую грутину по сути функцию grid, которая описана вот здесь. Здесь будет бесконечный цикл, в котором программа пишет в канал две строки подряд. И в основной программе я просто читаю из этого канала два раза через запятую. берем лишнее. Как это выглядит? я пять раз читаю две строки из канала и собственно программа завершается. Я никак явно не с этим каналом не взаимодействую в принципе. Что еще можно сделать с каналом? по каналу можно проитерироваться. Вот здесь я создаю канал буферизированный. Я передаю ему грубо говоря длину. В данном случае семерку. это значит что я смогу записать в данном примере канал будет работать асинхронно. Я смогу записать туда семь значений до того как и только на восьмом значении если никто ничего оттуда не читал моя программа будет заблокирована в этом месте. То есть в том месте где я захочу еще что-то записать пока не заберут хотя бы одно из предыдущих значений которые я положил. и есть инструкция close которая закрывает канал. Когда канал закрыт вы можете оттуда читать будете получать ничего но не можете писать при записи в закрытый канал будет паника. Для чего я его здесь закрываю? Я вызываю функцию процесс которая выглядит так она довольно простая принимает канал стрелочки которые здесь есть это так называемый сахар тогда вы можете принимающие функции или функции или при возврате значения можете явно указать направление грубо говоря работы с каналом. То есть канал может быть read only или write only. Если вы явно указываете стрелочкой либо справа либо слева вы говорите о том что компилятор в случае использования канала не так как вы рассчитываете если кто-то еще захочет записать в этот канал а вы ожидаете что оттуда будут только читать компилятор не даст этому скомпилироваться и выдаст ошибку поэтому есть вот такой это исключительная инструкция для компилятора проверки действий любой канал который вы создаете с помощью инструкции make можно будет передавать в эту функцию но если этот канал явно уже типизирован он не является произвольным каналом ну грубо говоря так и собственно здесь я использую один из инструментов чтения из каналов я могу итерироваться с помощью range по каналу и поскольку я канал там закрыл этот цикл не бесконечный то есть цикл закончится как только канал будет закрыт каждый раз по сути эта программа будет останавливаться и ждать получения следующего значения из канала для очень простых вещей типа что-то типа здесь по сути сумматор нахождение суммы всех значений в канале не требуется ничего более сложного есть конструкция range она отлично работает просто писать и вроде как даже читается понятно какие есть еще варианты использования собственно варианты создания каналов есть такой вариант использования как генератор то есть у вас есть какая-то функция которая передает какие-то значения она создает внутри себя канал сама по себе стартует какую-то грутину которая выполняет некоторую деятельность и пишет в этот канал в моем примере пишет строчку и циферку здесь цикл бесконечный поскольку нет в цикле пропущено условия выхода завершения и просто ждет в основном цикле я вызываю эту функцию сам по себе код работает вообще синхронно я получил некоторый объект из которого я буду читать каким образом и кто и как этот канал обслуживает меня вроде как даже не касается я получаю информацию из канала в который пишет грутина получаю ее пять раз после этого выхожу где такая вещь может пригодиться но иногда вам вашей функции может полностью описать свое внутреннее поведение допустим есть в пакете time есть такая функция автор которая принимает длительность и на выход она возвращает канал в который будет поступать значение бул а каждый раз через каждый интервал передан ей то есть полностью скрыт реализация на выходе получается канал можно вот такой тикер запускать исключительно из-за этой функции то есть минимизируя код который вы пишете а еще важный такой пример использования когда у вас есть несколько каналов и вы хотите грубо говоря объединить их точнее вам нужно прочитать все но вы не хотите читать их последовательно хотите читать сразу все для этого так из примеров грубо говоря функция boring осталась из предыдущего примера ничего здесь не поменялось функция funin которая тоже создает канал который будет возвращать принимает список принимает два входящих канала из которых будет только читать и возвращает канал только для чтения а внутри себя стартуют две грутины которые в бесконечном цикле будут читать из переданных каналов и значение писать в канал который мы вернем то есть как только будет доступна эта вещь или вот эта вещь что-то будет записано в канал в который мы в итоге будем слушать как это выглядит что важно отметить сказать поскольку рантайм переключается между программами в своем порядке очередность получения информации из этих каналов ничем не определена то есть как только есть что-то что можно прочитать происходит чтение в этот момент может быть уже в канале втором у меня есть два канала Джо и Ан тогда когда Джо уже было передано было прочитано два значения из Ан приходит тоже второе но грубо говоря порядок между собой у них никак не не определен это то есть не стоит на это рассчитывать в любые ваши предположения как и там сортировки ключей мапа исключительно ваши они могут от запуска к запуску могут меняться поэтому для каких-то проверок вы всегда можете запустить ту же программу с ключом рейс и посмотреть нет ли у вас каких-то проблем с доступом где более того на рейсе можно поймать и дедлог когда вы если в какой-то момент рантайм го понимает что все горутины все внутренние подпрограммы находятся в ожидании чего-то он несколько раз грубо говоря проходит по циклу в ожидании может быть кто-то будет готов а после этого просто падает выдает панику показывает скоп всех внутренних горутин и говорит о том что дедлог был обнаружен на рейсе то есть с помощью флага рейс вы можете отлавливать такие вещи которые зачастую не всегда очевидные когда такие ситуации возникают когда у вас есть несколько каналов с которыми вы по-разному работаете читаете или пишете на помощь приходит команда select что делает select тот же пример примерно как и в предыдущем у меня есть два канала у меня есть две две грутины которые пишут что-то в эти каналы и я хочу читать из них я создаю еще одну грутину просто чтобы не блокироваться в которой будет бесконечный цикл где будет функция select select это такой switch только для каналов что происходит внутри он по сути обходит все кейсы сверху вниз но всегда все и смотрит какие из них в данный момент могут быть выполнены то есть есть ли что-то в этом канале есть ли что-то в этом канале может быть есть что-то в этом канале и если если программа готова то есть если один из кейсов может быть исполнен он будет исполнен если готовы несколько то будет выполнен любой из них используется псевдорандом функция которая выберет произвольный то есть вот как раз пример про который я говорил это функция автор из пакета time которая раз в секунду будет передавать будет из этого канала передавать некоторые значения в этом случае будет происходить timeout в моем примере что важно есть если как-нибудь в какой-то момент у вас появится такой случай когда у вас есть селект и у вас есть несколько вариантов взаимодействия так сказать которые будут доступны и в какой-то момент вам понадобится сделать так чтобы один был более приоритетным чем второй так называемый priority select если загуглите такое то увидите много топиков где люди обсуждают каким образом это можно сделать везде довольно не очень элегантно у select помимо всего прочего есть блок кейс дефолт так же как у switch case у select тоже есть блок дефолт если он есть точнее так если его нет то если программа если ни один из кейсов не может быть выполнен программа в этом месте блокируется в ожидании следующего обращения грубо говоря произойдет переключение на другую грутину которая может быть что-то сюда запишет и в какой-то момент там рантайм заново переключится на этот select попробует еще раз если есть блок дефолт то грубо говоря будут проверены все кейсы если никто из них не доступен будет выполнен блок дефолт в данном случае грубо говоря тогда будет крутиться бесконечный цикл и вот реализация приоритетного select так называемого в основном связана с блоком дефолт что в общем довольно плохо получается поскольку если у вас только блок select ваша программа заблокирована вы то есть может исполняться что-нибудь еще а вы находитесь в ожидании если у вас есть блок дефолт то вы находите в бесконечном цикле и соответственно происходят операции вы какие-то вещи будете гонять не в ожидании а непосредственно переходя по инструкциям греть атмосферу и еще как бы важно что если бы здесь не было если бы здесь не было блока select допустим представим что здесь будет не знаю ничего есть одна особенность так скажем у рантайма он не может забирать у вашей функции какое-то исполняемое управление в произвольный момент то есть если у вас есть какой-нибудь цикл бесконечный или вы делаете какие-то операции не знаю там рендерите что-то картинку выводите на экран или еще что-то такое рантайм в произвольный момент не может у вас забрать управление как раз конструкция select или range из канала говорит рантайму о том что будет какое-то ожидание и в этот момент вас можно прервать то есть грубо говоря если у вас будет однопроцессорный однотрэдовый процессор не знаю система и вы запустите гарутину которая просто ничего не будет делать и будет крутиться в бесконечном цикле есть вероятность получить ситуацию когда рантайм упадет скажешь что ничего не происходит либо ваша функция ваша программа просто повиснет потому что будет висеть в бесконечном цикле исполнять что-то но при этом если не будет никакого взаимодействия между подпрограммами остальные программы так не будут выполнены никогда поэтому как бы если у вас есть бесконечный цикл вам нужно думать о том что в какой момент наверное вам нужно отдать управление для этого если вы допустим не работаете с каналами и вы в общем-то изменяете какие-то данные допустим не знаю там в базу пишете но при этом это какая-нибудь такая нагруженная операция и цикл бесконечный и вам так так и задумано что у вас именно так должно происходить для этого случая есть в рантайме такой метод называется гошет в этот момент вы как бы говорите рантайму го что в этот момент меня можно прервать я ничего не читаю ничего не жду но я сделал то что хотел сейчас буду делать дальше но в этот момент меня можно прервать и выполнить кого-нибудь другого пока все понятно забыл сказать об этом поскольку какое-то время уже таких вещей не делал на самом деле го можно ограничить точнее говоря по дефолту он в какой-то степени имеет свои ограничения если посмотрите на какие-нибудь старые программы на го то вот это была первая инструкция в большинстве из них до версии дима не помнишь 1.5 или 1.6 ну в общем в какой-то момент вы стартовали с одним грубо говоря потоком и ну то есть ваша программа была в принципе однопоточной пока вы не скажете о том что вы хотите использовать все CPU то есть вы запрашиваете у рантайма сколько у вас CPU доступно в данный момент именно во время исполнения и устанавливаете вот этот ключ рантайма который скажет сколько параллельных гарутин то есть сколько гарутин могут работать одновременно сколько их можно использовать на самом деле вы можете указать здесь тысячу это на самом деле опять же это уведомление скорее внутреннее ограничение которое будет действовать помимо того что у вас реально есть то есть если у вас не знаю 64 ядра вы можете сказать что я хочу использовать 20 просто потому что на сервере на котором я буду исполняться есть еще куча программ и я не хочу как бы в плохом случае полностью заблокировать их взаимодействие а в какой-то момент вы можете просто после версии по 1.5 это дефолтное поведение если вам требуется что-то другое вы явно указываете то есть может это может быть параметром в конфиге который вы будете или флагом передавать его на исполнение своей программы для того чтобы это дело ограничить соответственно когда у нас появляется select был пример мульти была функция funn где я запускал две гарутины в которой в канал писал значение доступное из этих двух каналов когда у вас появляется select вас становится на одном гарутину меньше потому что можно написать select и это будет компактнее понятнее то есть даже при том что гарутин достаточно дешевы то есть как я смотрел от двух до четырех килобайт все-таки платить их бесконечное количество не стоит это не самое удачное в общем целом если вы работали уже с трудами или вообще запускали какие-то программы есть такое понятие как стоимость переключения контекста для процессов в операционной системе это достаточно большое значение поскольку требуется сохранить состояние регистров процессора сбросить кэш загрузить новое состояние регистров возможно предыдущее и собственно запустить новую программу для гопа программ это немножко дешевле но тем не менее если ваш код может быть исполнен синхронно грутины вам могут помешать в итоге поскольку на переключение между граутинами рантайм тоже тратит время поэтому если вы что-то можете сделать одной граутиной или совсем без может быть это лучше собственно пример дедлока есть программа есть допустим мяч структурка в которой есть число ударов я создаю канал в который буду передавать ссылку на мяч для того чтобы структуру каждый раз не копировать буду передавать ссылку запускаю двух игроков функция игроков достаточно простая бесконечный цикл мы блокируемся пока не получим мяч инкрементим число ударов по мячу выводим кто и какой удар по счету совершил немного ждем и возвращаем мяч обратно в игру соответственно здесь тоже будет происходить блокирование то есть поскольку канал у меня синхронный то есть не буферизированный запись в него будет под программу которая в него пытается записать будет заблокирована пока не появится под программу которая будет оттуда читать что важно и комментарием вот этой строчки допустим я не запускаю игру я не запускаю первый мяч игроки не могут сами его породить что получается спасибо соответственно вот я получаю такую вещь ошибка у вас была вызвана паника соответственно выводится дамп всех грутин которые в данный момент исполнялись говорится что вот основная патрограмма остановилась на строчке 22 посмотрим что там было скорее всего на ожидании мяча один из игроков заблокирован потому что ждет получения из канала второй игрок тоже заблокирован ждет получения из канала и главная грутина заблокирована ждет получения чего-либо из канала достаточно раскомменить эту строку и программа будет выполняться то есть последовательно они выполняют какое-то количество действий после этого я главный под программой забираю мяч из игры через одну секунду пока отвечаю еще раз на ваш вопрос значит если ваша программа завершается все запущенные грутины завершатся но если у вас есть какая-то долгоиграющая программа вы запускаете какую-то функцию там при выходе из этой функции все запущенные этой функции грутина они останутся работать иногда вам нужно явно при завершении работы вам нужно явно завершить собственно выполнение всех грутин которые вы запустили до этого есть несколько способов допустим вот вначале я рассматриваю использование с помощью каналов здесь я создаю канал из була просто из любого контейнера пустого функцию боринг которая здесь уже фигурировала я передаю этот канал ну и собственно стартуя грутину которая будет заниматься обслуживанием всего этого дела если из канала который я создал и вернул кто-то захочет почитать будет доступен выполнение вот этот кейс тогда я туда что-то запишу и буду ждать если я смогу прочитать из канала дай значит пришло время завершить работу то есть в селекте у вас могут быть любые операции скажем так либо чтение либо запись из канал не обязательно только чтение или только запись могут могут быть может быть любая работа здесь запись здесь чтение в любом случае для для рантайма поскольку операции синхронные он сможет проверить доступны ли они сейчас и соответственно я просто пишу в этот канал еще раз true говорю что я завершился здесь я ввожу какие-то рандомные чиселки после этого как только приходит в канал дай он выполнен в чем собственно проблема если запустить эту программу с ключом рейс это просто операция чтения из канала дай вначале я тут записываю true в этом месте я синхронизируюсь с запущенной грутиной здесь поскольку кто-то сюда может то есть становится доступен к исполнению вот этот кейс и из него я возвращаю true еще раз в дай для того чтобы собственно сказать основной под программой что я завершился успешно вот эта операция не сможет выполниться пока кто-нибудь другой не сможет отсюда прочитать такая тактика работает когда у вас есть одна грутина если будет несколько то вариант вот с таким каналом может быть плохим почему потому что когда вы пишете в канал дай прочитать может кто-нибудь другой потом передать сюда дай и ну в общем запустить эту цепочку умирания можно в произвольном порядке на самом деле на выходе получить ситуацию когда кто-нибудь запишет сюда дай и вместо того чтобы завершиться последние там программе вы сами прочитаете из канала и в общем что-нибудь останется после вас и если это долгоиграющая программа не знаю там где-нибудь какой-нибудь демон в го так сказать в общем в го за счет гц крайне маловероятна ситуация утечки памяти а вот утечка гарутин это вполне себе обыденная ситуация то есть когда вы в коде запустили что-то и за собой как бы оставили какие-то гарутины которые еще могут что-нибудь еще стартовать не знаю там обслуживание коннектов сокетов что угодно и если вы все полностью за собой не убиваете в итоге блок памяти который был связан с этой гарутиной останется и в какой-то момент у вас будет рост памяти просто потому что кто-то где-то за собой не убрал то есть осталась какая-то гарутина они могут натекать постепенно и то есть даже при гарбереж коллекшене и всем вот этом асинхронном может можно получить утечку памяти для операции синхронизации помимо каналов есть пакет синк в котором в частности есть объект называется вейт группа если вы имели милио подработка с либвы или как он там в питоне джинникорн который тоже обертка над ивентом или в перле там тоже есть евы и не ивент это грубо говоря некоторый аналог кон кон кондишнл веребол то есть это объект у него нет ни одного все его поля скрыты внутри то есть он не имеет никаких публичных полей но известно что это структура и на этой структуре определено два метода публичных три эд который грубо говоря увеличивает внутренний счетчик говорит о том что будет выполнена какая-нибудь одна операция вейт в этом месте программа будет заблокирована пока внутренний счетчик не станет равен нулю при этом операции thread save то есть грубо говоря вы можете выполнять их из параллельных грутин грубо говоря точно счетчик будет заинкременчен инкременчен только ну как-то атомарно то есть в этом случае я добавил туда единичку сказал что я буду ждать одной операции что в этом случае по-моему даже неправильно да здесь нужна двойка я немножко изменил функцию буринг теперь она принимает не только канал но и принимает вейтгруппу то есть я не могу через вейтгруппу сказать запущенным грутинам о том что я планирую завершить исполнение для этого я могу я использую канал так или иначе но при этом за счет вейтгруппы я могу точно атомарно сказать основной подпрограмме о том что я завершился это как раз третий метод объекта вейтгрупп который говорит дан то есть он декременчен внутренний счетчик на единицу то есть если метод add он может здесь принимать любое значение то есть вы можете туда передать единичку десятку то есть если вы передаете 10 он будет 10 раз ожидать в момент вейта завершения вызова вгдам возвращаясь к примеру с shared data когда у нас есть какой-то аккаунт с которым мы производим какие-то действия собственно и у нас есть сколько-то грутин в данном случае 10 каждая из которых выполняет по 10 операций снятия ну то есть последовательно в принципе снятие и добавление денег на депозит и на выходе мы получаем что-то были у нас рейсы соответственно то есть мы могли чисто теоретически выполнять программу очень много раз мы можем получить отрицательный результат мы можем получить 50 100 в общем любое число это наверное нехорошо если у нас есть какой-то баланс мы время отрицательный делаем операций которые должны сводиться к нулю а у нас не сводится ничего наверное самого простого что можно сделать есть еще один объект из пакета синк если вы работали с трэдами в других языках особенно все вы знаете что есть такая вещь как mutox который собственно позволяет блокировать одновременное изменение объектов собственно тоже как weight group это некоторая структура внутри которая не имеет никаких публичных полей но экспортирует на выход две функции lock и unlock lock гарантирует что только одна из гарутин сможет lock захватить остальные будут заблокированы пока кто пока этот внутренний lock не будет отпущен тем кто его успел захватить собственно когда у вас есть какая-то структура есть какие-то данные вы хотите их защитить на самом деле один из самых простых способов не самых идиоматически правильных страны языка go но самых простых просто взять и встроить в него объект sync mutox как вы знаете из предыдущей лекции когда вы встраиваете одну структуру в другую вам становятся доступны вашей структуре становятся доступны ее публичные методы у mutox есть методы log и unlock они по сути попадают для моей структуры аккаунт protected и соответственно я во всех функциях где я обращаюсь к данным я могу написать для объекта вызвать log и отложить то есть через defer вызвать unlock так чтобы не париться если у меня здесь будет очень много кода я могу сразу сказать что в конце этого метода я отпущу лок то есть ну через defer проще немножко медленнее то есть defer работает дольше если у вас что-то очень нагруженное то если посмотрите какие-нибудь пакеты для кошки зачастую unlock делают руками прямо без defer как только вам больше не нужны данные собственно в этом случае я просто все то что я сделал это во все методы которые у меня были добавил метод ну вызов lock захват блокировки и отложенное освобождение lock сам код никак не изменился но в этом случае сама программа гарантированно получит на выход ноль и даже если я запущу ее с флагом race она так же отработает это тоже будет ноль и при этом то есть никаких в этом случае race race в преобращении при работе с данными у меня не происходит то есть вот в самом простом варианте когда у вас есть структура и вы хотите с ней параллельно работать mutex и все на каких-то выступлениях собственно люди как раз рассуждают что лучше иногда лучше иногда настолько проще использовать mutex что вроде становится все хорошо есть с этим свои проблемы то есть lock захватывается не бесплатно вы тратите какие-то дополнительные ресурсы и рантайма и свои программы на ее исполнение помимо mutex есть полезная вещь гениально отличающийся mutex называется rv mutex чем собственно отличается от обычного mutex тем что у него есть lock а есть rlock и соответственно соответствующему r-unlock в чем цимис значит когда вы делаете блокировку допустим у вас есть чтение баланса допустим ваша программа не знаю чаще всего она просто тупо проверяет этот баланс если у вас используется обычный mutex и соответственно на каждый вызов баланса вы по сути блокируете выполнение других операций только одна из грутин сможет в один момент времени считать баланс наверное это не то что вам нужно поскольку если никто в данный момент баланс не изменяет вы хотите чтобы они все работали тогда вы делаете так вы используете rv mutex и захватываете в том месте где вы только читаете данные только read lock тогда все грутины смогут здесь работать вместе r-lock не не уникальны то есть его может захватывать любая грутина которая хочет в данный момент читать но это помешает захватить полноценный лог по-моему rv lock называется или просто лог я уже точно не помню просто лог она помешает другой программе начать изменять данные пока вы еще с ними вы еще их читаете вы еще не завершили свою работу и соответственно если кто-то в данный момент модифицирует данные никто не сможет их прочитать это гораздо дешевле и позволяет собственно работать с данными не блокируясь в том месте где вы не хотите но но все равно сохраняя то есть защиту от записи в момент чтения что есть еще для каких-то простых вещей может быть достаточно пакета atomic это под пакет пакета sync в питоне и по-моему в java есть зачастую всякие атомарные операции и по-моему и в objective все есть атом который не даст выполниться или измениться то есть обеспечивает атомарность изменения какого-то свойства atomic counter для примера я его и отошел от флот поскольку реализации для флота нет в коре ее можно реализовать самому но просто не особо хотелось и честно говоря вот этот подход в старых версиях гол был быстрее но работа с мутаксами и с каналами ее тюнинг с каждой версии атомик нет и вообще говоря во всяких выступлениях или в книжках говорится о том что в общем это не не тот подход который вам нужен но иногда он настолько проще для реализации или настолько проще и понятнее его использовать когда у вас действительно есть не знаю одно число сам по себе атомик внутри реализован частично на ассемблере поэтому он быстрый если у вас нет ничего сложного то это очень не знаю неплохо то есть для какой-то простой вещи где вы только увеличиваете и получаете значение собственно есть операции складывания но туда нужно передавать именно ссылку на ваше значение то есть он будет напрямую работать по указателю по сути записывать в регистр производить манипуляции и эти операции будут атомарны так же как для возврата значения чтобы гарантировать атомарность нужно делать используя метод lot.int6.4 который явно гарантируя атомарность операции и обращение к данным вернет вам значение а не просто обратиться к нему тогда теоретически могут быть какие-то проблемы что в этот момент кто-то начнет описать собственно в этом примере хотелось еще показать для чего нужны синхронизации здесь немножко комментов уже понакидан если я запущу эту программу с флагом рейс то есть вот это нормальное выполнение программы это то что я ожидаю я запускаю 100 гарутин каждый из которых увеличивает счетчик 10 тысяч раз соответственно на выходе я должен получить миллион я запустил эту программу с флагом рейс рантайм произвольно переключал эти гарутины закончился раньше и я получил в итоге на выходе 466 794 а это не тот результат который я ожидал собственно то о чем я говорил для этого есть такой объект как вейтгруппа я его создам запишу туда 100 потому что я знаю что будет выполнено 100 гарутин и в конце после того как каждая из гарутин отработает я напишу vg done убираю sleep потому что он больше в общем-то и не нужен и теперь даже с флагом рейс я получаю ожидаемый результат миллион как бы не переключал рантайм в процессе поскольку у меня есть для синхронизации вейтгруппа я гарантированно в этом месте дождусь выполнения всех остальных гарутин что еще важно то о чем я говорил что вот в этом месте каждый из гарутин у меня выполняет 10 тысяч операций инкремента по единичке что в общем довольно печально и в этот момент рантайм не может прервать эту программу чтобы добавить как бы энтропии или допустим не знаю операции где-то будут происходить еще и я не хочу в этот момент блокировать исполнение остальных операций с этим счетчиком где-то я инкременчу где-то я читаю из него значение где-то еще что-то и мне хочется чтобы как можно быстрее те части программы которые с ним работают как можно быстрее получали его значение более-менее актуальное тогда я могу фактически в каждом вызове сказать грантайм гошет что в этот момент меня можно прервать и соответственно программа все так же выполнится с флагом race но произойдет больше переключений то есть между собой эти грутины будут прерваться есть такой подход как в книжке про него пишут как highly disregarded то есть не очень рекомендуемый но если будете копаться и в стандартной библиотеке и в каких-то библиотеках реализованных многими людьми он используется то есть есть какие-то места где он вполне себя оправдан за счет того что он быстрее чем мутоксу ну и такой идиоматически правильный подход то о чем собственно есть множество докладов собственно один из докладов Дэйва Чейни человек который очень много чего сделал для языка и очень много чего говорит об языке выступает очень много у него докладов Don't communicate by sharing memory share memory by communication то есть если у вас есть какие-то данные которые вы хотите к которым вы хотите обращаться из нескольких мест идиоматически правильно сделать каналы и передавать значения между ними в этот момент и тогда вы у вас нет проблемы с тем что вы две гарутины домены работают с одним и тем же данными потому что они получают свои копии если они хотят что-то изменить каждый из них будет делать это атомарно через канал тот же аккаунт только теперь он сложнее у нас все еще есть баланс мы создаем канал для изменений независимый канал получения баланса то есть получение текущего значения и канал ошибок просто потому что если мы хотим обработать допустим ситуацию когда баланс становится отрицательным если не сделать канал ошибок мы только сможем либо панику выдать у нас не будет возможности вернуть ошибку без канала поскольку все операции будут происходить асинхронно поскольку наша конструкция усложнилась желательно упростить ее для наших пользователей мы сделаем конструктор который будет принимать на вход только значение собственно стартовое значение баланса и вернет ссылку на структуру которая у нас объявлена собственно я использую именованный параметр если помните из предыдущей лекции то есть эта переменная уже объявлена и она является нилом поскольку это указатель на структуру я беру ей присваиваю указатель на литерал структуру где я сразу создаю все каналы что важно я создаю канал ошибок сразу с буфером видничку потому что я не знаю прочитают ли из него сходу но скорее всего на следующей операции я ожидаю что кто-нибудь из него все-таки прочитает поскольку операция может быть более чем одна но ошибки я хочу получать последовательно я сделаю буфер только один чтобы если будет записано второе значение в этом месте код заблокируется ну то есть под программой заблокируется и тот кто ожидал обработать ошибку он получит эту ошибку и запущу бесконечный цикл точнее говоря запущу гарутину которая будет собственно обслуживать внутреннее взаимодействие с этой структурой а на выход я верну просто вот эту указательную структуру публичных полей нет если это будет какой-то сторонний пэккедж он вообще будет получать только по сути саму структуру как и whitegroup или mutux и больше ничего но будут методы метод получения баланса который просто берет и читает из канала баланса кто в него пишет будет дальше есть депозит просто по аналогии и выдро на самом деле это скорее по аналогии сделано с предыдущими примерами то есть они принципиально ничем не отличаются мы просто записываем в канал изменений что мы хотим изменить значение баланса на значение которое нам передали и после этого читаем из канала ошибок для того чтобы собственно выходящему нашему потребителю сказать была ли ошибка может быть в этот момент не знают сервер был недоступен whatever ну и собственно такая уже синхронная полностью функция которая принимает на вход изменения плюс или минус там какое-то количество не знаю долларов США записывает влог информацию о том что положено или снято столько-то денег здесь уже есть структура соответственно там есть баланс полностью синхронный я вполне себе нормально работаю но важно что этот метод не экспортирован с ним будет работать только я ну то есть только сама гарутина непосредственно исполняющая синхронную работу которая выглядит вот так а просто заранее объявлена дельта чтобы каждый раз не создавать ее в цикле зачем мы так защитим грубо говоря garbage collector от лишней работы здесь будет бесконечный цикл с одним select все что он делает это если пришли изменения из канала изменений мы пробуем их применить и записать это значение в канал ошибок соответственно функции withdraw мы пробуем записать значение в канал изменений и будем читать с канала ошибок в данном случае там вот при применении баланса если я вижу что новый баланс становится меньше нуля я пишу что недостаточно средств извините может быть если бы я сохранял эту информацию базу или файл или еще куда-то или мне нужно было где-то завести там транзакцию и счет был бы сблокирован я мог бы вернуть ошибку в любом случае ну и собственно если никто не не вносит никаких изменений то я пробую записать в канал баланса текущий баланс и соответственно этот кейс будет отрабатывать когда нас кто-то запрашивает баланс происходит копирование поэтому как бы при этом мне делать ничего не нужно то есть я в этом кейсе я пробую записать в канал баланса текущий баланс если он выполнен то я уже сделал то что я хотел мне в кейсе писать нечего и он просто перейдет к следующему к следующей итерации цикла что получается получается что у нас есть асинхронная структура есть какое-то количество каналов их даже если данный момент они не не всегда быстрее чем просто использование мутокса но с каждой версии го их стараются собственно каким-то образом улучшать то есть если первоначальная реализация на самом деле чуть ли не на мутоксах и была сделана внутри сейчас там очень много довольно хардкорного кода и производительность этого кода будет достаточно большой и при этом у вас вроде как не будет то есть вроде как у вас нет непосредственного места где бы вы захватывали лог поскольку если у вас случится дедлог из-за захваченных логов именно с помощью мутоксов вы про это во-первых не узнаете во-вторых вы будете тратить время на самом деле лог реализован тоже не совсем чисто то есть там спинлог есть внутри будет грубо говоря лишние итерации cpu будут крутиться в этом случае все сделано на каналах вы рантайм всегда говорите что в данный момент я ничего не делаю и это как бы достаточно cpu френдли получается вариант даже при том что вы делаете много вы дополнительно нагружаете garbage collector потому что каждая операция чтения или записи в канал вы получаете новые значения соответственно создаете новые переменные и собственно тот же код при этом здесь 10 грутин при этом мне на самом деле вот здесь мне не нужно волноваться насчет того что мне нужно явно вызывать gosh gosh дуль для того чтобы сказать рантайму что я готов сделать что-нибудь еще в цикле когда я вызываю депозит поскольку внутри реализация на каналах там есть select в этот момент собственно рантайм сможет в любой момент переключить процесс у меня был стартовый баланс 20 и я получил на выходе 20 в каком порядке здесь не происходили операции на выходе я получил именно то что ожидал поскольку то о чем я говорил еще вот здесь на предыдущей лекции я говорил что в го принято грубо говоря вместо написания блока else досрочный выход то есть для того чтобы не плодить глубину то есть если бы здесь у меня была сложнее логика мой код бы не уходил дальше по отступам то есть не добавлял бы глубину скопов как только я знаю что я больше ничего делать не буду я просто пишу continue и дальше код пишу уже с тем же отступом это важно это улучшает читаемость чтобы ваш код не выезжал за пределы экрана буквально недавно накопался в сишном коде не все предпочитают такой способ и приходится долго скроллить в поисках того что же там на самом деле происходит собственно это является самым правильным и дематически правильным подходом для организации параллельной работы в го собственно презентация здесь по минимуму информация скорее такая как раз подсказка насчет того что есть там каналы буферизированные буферизированные есть select sync mutux rvamutux weightgroup есть блок once который я еще не рассказал у меня примера нет но мы знаем что есть функция main которая будет выполнена собственно основная программа есть у каждого пакетжа есть функция init с маленькими буквами которая будет выполнена в момент старта программы но иногда у вас есть какие-то допустим сделать допустим я хочу вот этот код выполнить а sync once по сути это объект что-то мугается окей я могу создать вот здесь объект не знаю назовем его nit поднялся поднялся собственно может быть вы можете встроить это в свой свой объект тот же сингванс это может будет обращаться к ним к методу do от основного объекта также как я делал с мутаксами в чем профит так сказать так скажем сингванс гарантирует что метод то есть то что вы передаете в doom будет выполнена ровно один раз то есть когда у вас есть какой-то n объект ну то есть у вас есть какой-то один объект с ним работают огромное количество грудь грутим и но вы знаете что вам нужно допустим один раз что-то проинициализировать не знаю будь то connect базе еще что-то не все можно вынести функции нет потому что на момент старта программы у вас каких-то данных может еще не быть допустим вы в начале при запуске программы будете там читать конфиг и оттуда получать значение поскольку и нет все будут выполнены по сути одновременно и и по крайней мере на их порядок вы не можете явно рассчитывать вам нужно в какой-то момент допустим инициализировать канале базе вы можете это сделать с помощью объекта сингванс в любом месте своего кода который будет вызываться огромным количеством грутим он будет выполнен ровно один раз все вот все остальные грутины придя сюда одна из них выполнит содержимое все остальные просто пройдут мимо то есть там внутри по сути и счетчик сколько раз была выполнена операция и она будет выполнена ровно один раз для конкретного объекта все равно так же как и в предыдущем примере один раз мы видим эту строчку полезно для инициализации для объектов в общем то есть такая очень полезная вещь собственно презентации больше там особо ничего нет что еще хотелось показать такой более скажем так рабочий пример того как вы работаете с грутинами в чем штука когда у вас есть огромное количество допустим каких-то входящих значений вы хотите как-то работать при этом хотите сделать это синхронно но при этом вы не хотите с на каждую каждую поступившую задачу стартовать новые гарутины вы хотите во первых не создавать лишнего если вы будете стараться использовать переиспользовать гарутины которые у вас есть соответственно вы не будете занимать больше памяти и при этом входящих очереди там не знаю срач огромный вы сможете как-то по крайней мере ограничить память потребляемую и как с этим работать что нам понадобится для этого интерфейс task то есть у нас есть какая задача неважно что именно себя представляет ну поскольку мы делаем такую более-менее абстрактную вещь нам важно что у этого задача есть метод execute который собственно сделает всю работу мы будем его вызывать в данном случае обработка ошибок и всего остального должна быть вложена внутрь этого метода мы так предполагаем поскольку наша задача реализовать пул воркеров то есть некоторое количество воркеров которые будут обслуживать входящие собственно задачи направится структура пул сделаем ее экспортируемый публичный поскольку кто-нибудь захочет не работать ну и скажем так может пригодится собственно что нам потребуется mutax почему потому что у нас будет пул будет изменяемый в размере поскольку нам нужно защитить изменение размера сделаем mutax нам достаточно просто mutax и не думаю что не думаю что он будет постоянно меняться для конкретного пула скорее всего он будет даже неизменным но на случай того что кто-то захочет с ним работать из гарутин сделаем mutax у нас есть будет у нас будет входящий канал собственных задач канал пустых структур для того чтобы понять что мы мы завершаем работу с воркером и white группа для того чтобы синхронизировать все это дело помпом поскольку структура сложная поля все не экспортируемые и вообще говоря потребителя не должно касаться что мы сделали внутри сделаем конструктор который будет принимать на вход размер инициализирует нашу переменную пул который мы в итоге вернем чтобы не дублировать код весь весь код берем в ресайс поскольку там будет изменение и постановка размера заполнения тасков и прочего канала задачи сделаем буферизированным причем достаточно с большим значением на самом деле немножко такой грязнохакерский вариант но зато позволит нам не блокироваться и в общем-то не думать о том сколько у нас задач поступило на вход они будут как-то разгребаться пусть будет там с 28 почему бы и нет и создаем канал kill он синхронный не буферизированный для того чтобы могли убивать воркеров лишних для чего нам это понадобится собственно и вызовем на созданном объекте метод resize куда передадим собственно сайт который нам выдали собственно resize для чего мы сделаем утокс для того чтобы иметь возможность заблокироваться изменения в параллельных граутинах в этом месте поскольку мы здесь будем запускать и убивать воркеров если мы здесь не будем делать mutax можем получить какое-то странное поведение где будет запущены лишние воркеры или 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 не убиты те кто должен был умереть нам передается размер как пока текущий размер не меньше чем н мы инкрементим счетчик добавляем в вейт-группу собственно ожидание еще одного воркера и стартуем еще один воркер а если у нас происходит декремент мы уменьшаем счетчик размера и посылаем сигнал в канал kill пустую структуру собственно вот это такой шорткат пустая структура из ничего на предыдущей лекции про пустые структуры и говорил именно на первой лекции вам тоже вася говорил это минимальный контейнер на самом деле каналы из пустых структур не используются на общем не особо так сказать что выгодно поскольку можно передавать bull все еще будет достаточно компактно чаще всего пустые структуры если на первой лекции помните для фильтрации если вы создаете map и создаете map из пустых структур это по сути вы не для ассоциативного массива не создаете блока данных у вас создается столько таблицы ключей пустые структуры ничего не весят ничего не занимает для передачи тоже неплохо но на самом деле там по сравнению с буллом по сути не никакой выигрыша нет тут пустой указатель точнее пустая структура там был все еще будет нет байта в чем собственно будет смысл самого воркера мы стартуем воркер у нас до того как мы стартовали воркер мы инкременте счетчиковой группы чтобы понимать когда у нас задачи завершаются вообще точнее как когда воркеры умирают поэтому когда мы стартуем воркер мы сразу добавляем дефер вгдан для того чтобы собственно это счетчик внутренне декрементить и сама жизненная сам жизненный цикл воркера собственно стоит по сути из селекта если пришел таск который нужно выполнить при этом вот здесь используется скажем кейс который будет отрабатывать всегда почему так же как и при той посершении допустим с предыдущей лекции есть вот такой способ почтения из канала не блокирующее чтение то есть я пытаюсь получить таск и еще получаю был переменную ок которую понимаю если там еще одно значение или нет таким образом мой воркер умрет как только больше новых задач не поступает канал у меня буферизированный но тем не менее как бы если задач нет то смысла и жизни в воркера тоже нет он тут же завершится если новые задачи еще есть драчь будет выполнена то есть я ну как бы при том что я даже при том что я могу породить при создании канала допустим при создании пула много воркеров они все помрут как только собственно некий зрач новых не будет поступать и второй кейс который будет отрабатывать только если сюда что-то запишут значит нам послали сигнал что пора умирать и просто мы выходим сразу собственно как только а я не прав извиняюсь в этом случае если канал будет закрыт то я получил пустой таск и ничего и грубо говоря если не буду использовать такую запись я не смогу отловить ситуацию когда канал закрыт когда я читаю его через ок правильно будет сказать что если канал закрыт то значит собственно пора завершаться в общем случае это тоже блокирующая операции я не прав подумал о чем-то другом то есть даже добавлю сюда коммент на случай если кто-то будет смотреть лекцию и забудет про это блокируется пока не будет пока либо канал не будет закрыт либо пока не поступит новая задача соответственно когда в конце мы завершим работу мы завершим мы закроем канал задач и все наши воркеры поскольку в этом случае получится не ок то есть канал закрыт они все выйдут то есть для этого нам не нужно заводить дополнительных каких-то вещей не не засовывать в kill там n каких-то структур проще понятней если мы загрузили какое-то число задач и мы хотим просто дождаться завершения их публичный метод экзек который пихает в наш канал задач задачу на исполнение ну и собственно пример работы то есть мы создаем некоторый пул размером 5 нас будет запущено 5 воркеров а мы закидываем туда пару задач после этого изменяем количество воркеров потом изменяем еще раз потому что можем и 20 раз и еще довольно-то дополнительно добавляем туда значение пунктов можно выполнить позже ну и собственно мы в своей программе точно дождемся исполнения всех задач которые мы решили выполнить собственно воркер пул это очень полезная вещь поскольку в кучу примеров студентов и от разработчиков как я говорил старт горутин не бесплатен поэтому каждый раз когда вам нужно выполнить что-то асинхронное если вас таких задач будет миллион желательно использовать какой-то воркер пул реализации на самом деле если идите в google бьете поищите там голанг воркер пулу таких реализаций дофига разные уровня абстракции разного но основная суть в том что вы стараетесь минимизировать количество собственно грутин порождаемых скопов из многом собственно гарантируете внутри для своего кода и вам становится понятно грубо говоря точнее говоря вы не да вам даже не приходится додумываться когда вы пишете свой код что у вас внутри есть механизм синхронизации что там есть свои группы что нужно дождаться выполнение вызываете пул вейт каким образом там происходит что внутри для пользователя или для вас становится не так важно если вы не разработчик самого этого пула то есть вы просто выполняете задачи пишите код чуть ли не синхронной иногда стартуя новые гарутины но при этом в вашем случае все довольно просто select если блока дефолт нет он обходит все кейсы и смотрят готовы ли они к исполнению если ни один из них не готов на этом станут происходит по сути переход в ожидании внутри по сути вызывается гоши дул и говорит что типа здесь никто не готов сейчас что-то что-либо делать если есть блок дефолт и никто не готов будет выполнен блок дефолт но в основном как раз и будет блокироваться на просто нам то есть здесь нечего делать если 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 я здесь добавлю блок дефолт он будет постоянно выполняться и по сути все это превратится бесконечный цикл for в котором конечно будет вызываться select поэтому в принципе я буду отдавать кому-то исполнение но но будет постоянно выполняться блок дефолт то есть я здесь не буду заблокирован а в этом случае я не использую процессное время лишнее я здесь останавливаюсь возможно если бы у меня была какая-то параллельная работа и не знаю раз в какое-то время еще синхронизироваться хотя бы я сделал через таймсинк лишь через тикера какой-нибудь если мне нужно было синхронизироваться допустим с базой кейс с дефолтом я чуть ли не первый раз увидел как раз когда возник возникла задача так скажем сделать выполнение одного из кейсов более приоритетным чем чем другого то есть допустим у вас есть поток входящих данных есть канал закрытия при этом вы не не имеете контроля ни над ним не на старым или допустим над одним вы не знаете когда у вас данные остановятся поэтому вы не можете явно сказать умри при этом собственно тогда вам понадобится блок дефолт изначале вы будете стараться читать все данные из канала поступающих данных сделать и блок дефолт в котором сделать еще один селект в котором проверить допустим а может быть сейчас мне уже пора умирать то есть у меня нет данных и при этом мне пора умирать и ты тогда выходить в втором селекте делать это же блок дефолт в котором допустим ничего не делаете таким образом вы будете через эти два селекта прокучиваться вы тратите цепу время на то что у вас цикле все таки будет происходить как какая-то работа но при этом поскольку вас select вы не занимаете эксклюзивно как бы нить исполнения и но при этом обеспечиваете очередность то есть ну в общем в каких-то кейсах это важно и честно говоря там на каких-то форумах народ говорит о том что функционал требуется то есть находится задача где вам требуется точно указать очередность и переходить от цепу friendly так скажем операции когда вы заблокировались и просто отдали управление на спинлок то есть на постоянное вращение в каком-то цикле не очень хочется на другого кейса нет поскольку так было принято архитектурно что если несколько кейсов готовы к исполнению произвольно из них выберется при этом не все про это знают и там на стеку верфлоу на нескольких таких трэдах кто-то говорил что они порядке сверху вниз будут выполняться не нет никаких гарантий в если для таких вопросов всегда можно зайти на сам сайт гуланга где есть целая статья посвященная каналам где говорится о том каким образом организованы какие есть гарантии по крайней мере то есть гарантируется что допустим вы пока пока вы пишете в к если у вас подошла синхронизация вы пишете как в канал и читаете из канала гарантируется что запись вы завершите до того как начнется процесс чтения то есть нельзя получить из канала испорченные данные потому что вы успели записать там не знаю из in 64 из 4 байт записали 2 и тут тоже начал читать runtime гарантирует что прочтение будет только после завершения записи то есть есть какие-то такие корнир кейсы которые явно гарантируются для выбора кейсов написано что выбирается псевдо рандомный что говорит о том что в основном будет работать так но в какой-то момент будет немножко по-другому и то есть поскольку это псевдо рандом они тру это никак не то есть если вы на это заложитесь в какой-то момент вы получите ошибку и будете очень долго разбираться с ней как васи говорил на первой лекции гони не совсем подходит для супер рантайм то есть когда вы хотите прям гарантированное минимальное время отлика поскольку есть гарбридж коллектор все-таки просто если брать актуальную версию 18 то в среднем время отработки гарбридж коллектора занимает моему микросекунду то есть это достаточно мало при этом на самом деле вашу программу это аффектит еще на меньшее количество потому что гарбридж коллекшн го происходит ну как в любом любых других языках в две фазы есть mark то есть эта отметка отсечения блоков еще используемых от уже не используемых а после этого на самом деле гораздо более дорогая гораздо более дорогой этап это этап sweep краска когда идет освобождение в куче памяти и приведение ее в исходное состояние поэтому на ваш на вашу функционирование вашей программы влияет только синхронная секция mark при этом даже при том что в 1 и 5 по моему когда говорили о том что был очень значительный рост производительности гарбридж коллекшна говорили о том что то есть изначально был тезис насчет что гарбридж коллекшн будет асинхронный а это недостижимая как бы такая вещь то есть вызов марка вызывает stop the world с полностью остановку в исполнении всех гарутин для того чтобы зафиксировать состояние но он очень короткий то есть все это достаточно быстро но как бы как я говорил что можно сказать что это меньшее из ваших проблем но в основном как раз в программах гу когда вы начинаете выжимать максимальная производительность вы делаете не только worker пул когда вы стараетесь делать прямое количество грунтин чтобы не спалнить лишнее чтобы не занимать лишнюю память помимо этого вы делаете еще через вот такая вот вещь называется на синту по сути пустая структура в которой это некоторый контейнер из которого по сути можно читать у него можно что-то класть это канал интерфейс в общем и целом что для чего собственно его используют я здесь не показывал потому что об этом планировали говорить гораздо позже и тому буду приводить больше примеров либо я либо вася либо дима я уж не знаю вы стараетесь переиспользовать память если вы писали носились и плюс там есть всякие реалоки когда вы стараетесь переиспользовать память уже теку ну уже вы ну здесь получается по сути внутренний канал вы делаете игровая там get task или там и free task выезд синтпул по сути накапливает какое-то количество значений и если в момент паузы в момент вызова паузы garbage collection а в нем что-то есть это будет выброшено но при этом между паузами вы можете какое-то количество объектов там просто хранить но очищается то есть вы уже будет отвечать за то что нужно очистить состояние текущее при получении и соответственно но это позволяет снять нагрузку сборки с гармошка легче то есть обычно при отладке в начале смотрите что вы написали возможно у вас в ходе и что-то не оптимальное после этого будет отдельная лекция по по отладке по профилированию горшки где мы собственно будем говорить о том каким образом все это можно посмотреть если вы едешь на первом месте у вас gc значит вам нужно начинать экономить объекты то есть стараться использовать объекты чтобы не занимать время программы тем что вы собираете мусор все время вроде бы все значит что по домашки домашки по этой лекции собственно добавляется просто еще пара примеров один из них что просто так это некоторые балансировка нагрузки то есть от вас требуется реализация некоторого объекта видимо это будет структура который будет метод и нет инициализация заполнение каким-то образом весов у внутреннего внутренней реализации и соответственно получение состояния есть тест есть описание вопросы очень очень мало возникает вопросов в телеграме я не знаю там либо никто ничего не делает либо у никого никаких вопросов нет мы в общем то мы в этом чатике не просто так вопрос отвечаем вася отвечает достаточно оперативной я тоже и дима то есть если что-то непонятно непонятно по заданию непонятно потому что или нужно сделать или вы пишете что-то и что-то работает не так как вы ожидаете задавайте вопросы у нас в принципе у каждого есть почтовые ящики они указаны презентациях есть telegram просто хочется как-то больше активности потому что во первых пока очень мало людей делают домашку относительно что в общем наводит на непонимание либо все настолько понятно что люди думают что это все настолько просто либо никто просто ничего не делает ну то непонятно то есть хочется чтобы весь наш курс ориентирован на то что мы дали вам скорее практические навыки то есть мы показываем какие-то приближенные к реальному программы и соответственно просим вас исполнить тоже какие-то более не приближенные программы ну в общем то у меня все если вопросов нет то всем спасибо